13.06 в Кирове, программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина, приветствую слушателей, говорю здравствуйте гостю нашей студии Дмитрию Русских, депутату Законодательного Собрания Кировской области 4 и 5 созывов Дмитрий Михайлович, добрый день. Аня, добрый день, и всем слушателям тоже прекрасного солнечного дня, как сегодня. Да, погода нас радует, и синоптики вроде бы... Только грязь не радует, а солнце радует. На этой неделе будет хорошая погода, да. Да, но вот сейчас будем разбираться, что делать с грязью, наверное, даже не нам, а городским властям, а новому кировскому дорожнику Евгению Луневу. Мы 20 с лишним лет с грязью разбираемся, разобраться не можем. Это место проклятое. Нет, я думаю, что, поверь, что и мест таких нам много на территории Российской Федерации. Но не везде грязно. Но не везде грязно, согласен. С грязью где-то уже научились бороться, так же, как и с мусором. Мы с Дмитрием Русских сначала, наверное, оттолкнемся от публикации. В газете «Бизнес-новости» наши коллеги взяли интервью у нового главного кировского дорожника, руководителя управления дорожной и парковой инфраструктуры, так сейчас называется, организации, пришедшей на смену дирекции дорожного хозяйства, Евгению Луневу. Он с 25 марта приступил к своим обязанностям и вот уже некоторые программные моменты своей будущей деятельности обозначил. Ну, прежде всего, из интервью делаем выводы. Контракты на содержание дорог Евгений Лунев считает целесообразным заключать не на 20 месяцев, как был заключен последний контракт, а даже на более долгий срок, на 2-3 года. Есть желание заняться работой по организации платных парковок, и к этому планируется подключать в том числе и бизнес. Есть желание все-таки отказаться от спеско-соляной смеси. Столько раз об этом уже говорилось, что, ну, не знаю, наверное, это какая-то такая сказка про белого бычка, но тем не менее, он говорит, что реагенты выгоднее. Вы интервью в бизнес-новостях смотрели, выводы какие сделали? Да, не сделали никаких выводов. Слушай, ну, это очередной приезжий товарищ, который, в общем-то, говорит правильные вещи, говорит, что его опыт позволяет сделать и желание сделать город Киров прекрасным, цветущим городом, с правильными дорогами, с хорошими ливневками, там, с платными стоянками. Ну, все это прекрасно, и как бы мы это слышали, и у нас до этого, которые приезжали товарищи из разных территорий Российской Федерации, ну, они, в принципе, все озвучивают одну и ту же историю, и большое желание сделать нас счастливыми. Ну, будем надеяться, что очередной товарищ, который приехал, все-таки сделает то, что он говорит, и то, что говорили другие до него приезжие ребята. У Евгения Луньева, у него есть бэкграунд такой профильный, то есть он работал в компании Автодор, компания занимается платными дорогами на территории Российской Федерации. Ну да, судя по его там информации, которая есть на сайте, есть в этом интервью, что, да, человек, на самом деле, знаком с проблемами дорожными, он работал в структурах дорожных, в отличие, там, от господины Менькина или Менькина, Менькин, да, приезжал очень смешной товарищ, значит, у него вообще не было никакого опыта, и он примерно то же самое говорил, такое ощущение, что им кто-то один пишет все эти пожелания, что он должен сказать при том, когда его будут спрашивать, а что вы тут увидели, что вы хотите сделать. Значит, ну, будем надеяться, потому что другого варианта у нас нет, как надеяться, что новый приезжий начальник дорожного хозяйства города Кирова все-таки начнет делать то, что он знает, и то, что он говорит, и то, что мы, на самом деле, очень давно уже ждем. Значит, единственное, что меня очень посмешило, это на вопрос, как вы тут оказались, он очень интересно ответил, очень похожий, кстати, ответ, как сделал господин Менькин. Значит, я вам зачитаю. Приехал сюда на общих основаниях, прошел собеседование, процесс был длительным, с прошлого года, я рассказал о своей программе, а в скором времени, думаю, представлю ее на суд общественности. Вот это, кстати, очень интересно, что с прошлого года, потому что в прошлом году у нас был еще Альберт Гутнов, руководителем дирекции дорожного хозяйства, и вроде уходить не собирался. Да, ну, видимо... Уход был достаточно неожиданным. Ну, тогда, значит, получается, что все-таки конец года мы будем думать, что это декабрь, а сегодня еще уже там начало апреля, не три месяца назад, то, в принципе, уже какая-то корректировка планировалась, и, ну, больше меня другое поразило, что приехал на общих основаниях, прошел собеседование. Вот, судя по тому, как они все говорят одинаково, потому что Менькин тоже самое говорил, да, то я почему-то при этих собеседованиях и при общих основаниях ни разу не видел хоть какой-то шанс кировских наших ребят и людей, которые тут живут, попасть вот на эту должность, при всем последние два-три года. При всем при этом или они туда не заходят, или их не пускают, или мы так до такой степени непрофессиональны, я имею в виду, что кировчане, что шансов у нас просто нет. Нас перебивает Менькин и этот товарищ, до этого какие-то. А вот наши ребята, к сожалению, видимо, профессионально вообще плохо подготовлены, особенно в содержании города Кирова. Но это вы иронизируете сейчас. Это, конечно, я иронизирую, просто не надо, мне кажется, тут какое-то лукавство. Ну, надо сказать, что пригласили, что меня взяли там, но на общих основаниях и прошел собеседование, ну, немножко выглядит неестественно. Ну, Евгений Лунев обещал быть у нас в эфире в четверг. Да, я думаю, что он расскажет, да. Кто еще участвовал в этом конкурсе и собеседовании, конечно, кроме него. Хорошо. Вы все-таки за иногородних специалистов или вы за местных? Я за профессионалов и желательно за местных. Но если у нас нет профессионалов местных, значит, я не против и приезжих. Но в данном случае последнее время... А в Кирове есть местные профессионалы? Я уверен, на полмиллиона город и на миллион триста населения Кировской области у нас есть профессионалы по любому направлению. В этом я просто уверен, потому что иначе я бы не жил в этой области и не был бы кировщанином, если бы я думал по-другому. При этом хочу сказать, что практика последних там десяти лет показывает, что приезжие чаще всего не являются никакими профессионалами, а чаще являются совершенно временными людьми, которые, в общем-то, ничем себя не проявляют. И с точки зрения профессионализма они очень плохо работают. Потому что нет результата. Давайте все-таки на лучшее будем надеяться и дадим новым, дорожным шансам. А у нас другого варианта нет, так как у нас нет шансов ни выбирать, ни назначать. То в данном случае, конечно, мы живем уже много лет в нашей области и в стране с желанием думать только о хорошем. Надеяться на лучшее. Ну да, да. Ну потому что когда все плохо... А все хорошее и есть мечта. Когда все плохо... А все хорошее и есть мечта. Это пел еще Юрий Антонов. Потому что все хорошее, о чем мы думаем, это и есть наша мечта. Хорошо. С этой мечтой и будем жить. Давайте серьезно. Предложение. Серьезно очень. Растянуть контракт на 2-3 года вместо 20 месяцев по содержанию. Обоснование понятно, да? Бизнесу, который заходит на этот контракт, интереснее, если срок его будет длительным. Потому что есть возможность рассчитывать на какие-то прибыли, я так понимаю. Есть возможность закупать технику в долгу и еще что-то делать. Вам это целесообразным кажется или нет? Аня, посмотри, сначала я начал говорить, что судя по тому резюме, которое есть на этой человеке, значит, он на самом деле знаком с дорожной отраслью. Значит, и вернее всего, что он понимает, о чем он говорит, может быть, ну, конечно, лучше, чем точно я. Я точно не являюсь каким-то там крутым экспертом в этом направлении. Но ты говоришь про какой-то бизнес. У нас нет, практически не осталось в бизнесе сегодня в дорожном, как бы, организации. Мы там худо-бедно их на протяжении какого-то периода времени постоянно куда-то их затирали, уничтожали, убирали и все прочее. То рынок на сегодняшний день сформирован сегодня фактически. Но мы про АБУ поговорим, про государственные предприятия, про государственные муниципальные. Да, да. То получается у нас остался... Но они тоже зарабатывают. ГДМС, это городская, и Вят Автодор, это областная структура. Все бы других игроков практически на территории города Кировской области нет. То есть тут разговор о конкуренции не идет. И о бизнесе тоже не идет. Все-таки это государственная структура, которая, в общем-то, занимается государственным заказом. Но им тоже деньги надо зарабатывать, и сотрудников надо кормить, и технику, которую они закупают, для нее расплачиваться нужно. Это все так и есть, и это все прекрасно. Но мы сегодня говорим, что качество и конкуренция, она идет рядом. Если есть конкуренция, есть качество. Если нет конкуренции, нет ни денег, ни качества. То в данном случае очень бы не хотелось вернуться в десятилетнюю историю, когда все контракты забирал Авиат Автодор еще при господине Белых, значит, и они как бы на это очень сильно ориентировались. То у нас сегодня совершенно другая стоит цель и задача, я вообще считаю. Потому что вот мы сегодня видим, апрель месяц, и мы видим, что происходит на дорогах в городе Кирове каждый год. При всем при этом в 16... Вы про ямы или про грязь? И про грязь, и про ямы. Это все одна история. То в 17 и 18 году мы на ремонт дорог получили из федерального бюджета по миллиарду. Да, таких денег не было никогда. И за 2 миллиарда мне казалось, что мы все-таки получили... Но отремонтированные эти участки вроде живы пока еще. Ну они пока живы, потому что еще не все растаяло. Значит, мы точно понимаем, что у нас есть ремонтированные участки, которые делала одна из московских компаний, по-моему, в 18 или 17 году, ехать как по московской туда, да. Ну, как бы же... Вниз в сторону русского. Да, да, да. Это такая долгая история, когда господин Менькин почему-то решил, что казанская или московская компания лучше работают на территории города Кирова. И, в общем-то, получили большую проблему тогда еще с бывшим замгубернатором, которая была у нас Ольга Куземская. Куземская. Куземская всем известная дама, которая тоже имела очень много различных дипломов или 5 университетов, при этом профессиональные ее качества оставляли желать лучше по всем направлениям. То с этой точки зрения, конечно, мы говорим о том, что предлагают новый руководитель. Да, наверное, это было бы целесообразно, это было бы лучше. Но понятно, что говорить о том, что это для бизнеса, на мой взгляд, это очень неправильно. Они создают условия для того, чтобы государственные предприятия, это ВИАТ, Автодор и ГДМС в городе Кирове, имели длительные контракты для того, чтобы у них там была какая-то стратегия. Ну, может, это и неплохо? В государственных руках это все сосредоточено. Или вы за конкуренцию? Я за конкуренцию, потому что хочу сказать, что государственные руки это чаще всего коррупция. Так у нас сложилось, к сожалению. Если мы возьмем европейскую историю, да, там все дороги в основном делают частники. Потому что государство размещает заказ, она его контролирует, а уже частные компании между собой борются за качество и за цену. А функция государства только контролирует. Тогда нет определенных коррупционных издержек, которые у нас присутствуют на каждом углу. Ну, если мы посмотрим данные последние, то мы там все выше и выше по рейтингу идем, как страна, которая одна из самых коррумпированных на уровне там африканских стран. Международные рейтинги. Да, международные рейтинги. Дмитрий Русских имеет в виду. У нас впереди небольшая полуминутная пауза. Мы вернемся еще немножко про платные парковки поговорим. Продолжаем с Дмитрием Русских особое мнение. Еще одна важная тема, которая в интервью с Евгением Луневым затронута. Это тема платных парковок. Задается вопрос журналистам «Бизнес новостей», каким образом можно применить механизмы государственного частного партнерства в дорожной сфере. И вот Евгений Лунев в качестве примера приводит следующее. Можно с помощью бизнеса рассмотреть возможность создания платного парковочного пространства в городе. Возможно, центральные улицы Кирова должны стать платными, но имеется в виду парковка на центральных улицах, как я понимаю. Центр города должен быть разгружен, должен быть более проходимым и туристическим. Предприниматели могут организовать инфраструктуру такого пространства парковок. Ну и там еще приводится пример организации инфраструктуры парков, скверов и прочее. У нас вопрос с платными парковками. Я не знаю, сколько лет он обсуждается. Первую сделали возле железнодорожного вокзала, совместили со сквером. Так она и пустует. Вот у меня ощущение, что там летом, когда едешь, ну машин может 5-6 стоят максимум. Ну, Ань, тут вообще на самом деле очень сложная история. Это бизнесу неинтересно? Я думаю, что тут много всяких причин. Но первая причина, хочу сказать, что если мы берем там за основу довольно-таки небольшой наш город, провинциальный, то, наверное, при определенных стечении обстоятельствах жизни, у нас, наверное, такой большой необходимости, как сейчас, она бы не возникла. Благодаря действиям всем известного главы города, господина Быкова, и точной застройки в течение 10 лет, мы сегодня наблюдаем, что фактически весь центральная часть города, она становится непроезжей. Значит, я вот живу на улице Владарского и часто очень гуляю, и вижу, что улицу Владарского ставят машины на ночь, люди, буквально приходящие из разных вообще кварталов. Один квартал, другой, я вижу, что грузовые машины оставляют люди, которые живут два квартала вниз от того места, где они поставили. Плюс стоит большая на углу Владарского и какая-то у нас улица Степана Халтурина бывшая там, значит, большая дидетажка, которую построили, я не знаю, на основании чего, потому что дома только стояли низкого формата, ее как-то умудрили благодаря администрации города Кирова построить дидетажку. И половина людей, которые живущие в этом доме, они оставляют машины на улице, на проезжей части. Ну, потому что во дворе места нет. Потому что во дворе места нет, да. Территория земли такая маленькая по сравнению с домом, который там живет. И так практически вся центральная часть города Кирова. Подождите, речь идет о вечернем времени, о ночном. Это люди, которые на ночь. А без разницы. Рядом стоит... Днем они уезжают. Хорошо, Аня. Днем на это место заезжает, вот на углу стоит улица Энгельса и Владарского, медицинский центр. Да, туда приезжает большое количество людей, туда в этот медицинский центр. Они всю эту улицу Владарского полностью заставили. Они заставляют машинами и фактически в дневное время стоят, кто приезжает на работу, кто приезжает в медицинский центр, кто приезжает просто в магазин, кто-то приезжает своим знакомым. Вечером эти места все начинают занимать люди, которые приезжают с работы и живут в больших домах, у которых нет возможности поставить машины, кроме как на улицу. Вот это данность. Вот эту ситуацию мы сейчас имеем. Да. Мы и мы имеем. Ну, к сожалению, мы сейчас дома уже построены и не снесем. Да, и в данном случае, конечно, как бы проблема, она будет нарастать, потому что машин в городе становится все больше и больше. Значит, при этом мы имеем то, что мы имеем зимой, мы не можем прочистить эти улицы от снега, потому что стоят машины. В летнее время не могут их там прочистить и проасфальтировать, потому что тоже стоят машины с утра до ночи. Так, слушайте, вот платная парковка по соседству. Выделяются участки под платные парковки, устанавливается разумная цена. Я думаю, что разговор о платных парковках идет немножко в другом формате. Я думаю, что это предложение примерно как там 3-4 года пошло по этой традиции город Москва. мэром Собянином, они начали делать во все час пик на улице от стоянки платной. Для того, чтобы сократить количество людей, которые перемещаются на личном транспорте. Но Герус с Москвой сравнивать бессмысленно с точки зрения общественного транспорта. Общественно, да. То в данном случае понятно, что для того, чтобы сделать, к примеру, в старой части или в центральных улицах платную стоянку в течение дня, администрация города должна предложить, куда эти машины, которые люди приезжают, можно парковать. Допустим, вот я приехал на работу, значит, где-то в каких-то местах в этом квартале есть стоянки, которые там, во-первых, или бесплатные, или совершенно недорогие, для того, чтобы можно было машину оставить не на улице, а поставить на парковку. Значит, понятно, что начинать снова с того, как у нас это происходит, и по капремонту, и по ТБО. Сначала мы начнем с народу собирать. Сначала мы заплатить. Заплатить, а потом подумаем, что мы вам построим, или что мы вам предложим. Конечно, это еще один камень в один и тот же огород. То для того, чтобы сегодня начать, перейти к формату о том, что в городе некоторые улицы будут платные по парковке, то в данном случае администрация должна провести большую работу для того, чтобы предложить взамен альтернативные парковки на тот период, куда могут ставить и жильцы этих домов, и люди, которые работают, и люди, которые приезжают, для того, чтобы освободить эти старые улицы, узкие для проезда транспорта. Иначе мы понимаем, что на одной центральной улице вводится платная парковка, люди, которые не готовы платить за это, будут искать другие места. Жильцы этих домов или этих улиц будут жаловаться, и снова пойдет та же конфликтная ситуация, которая у нас сейчас существует. Подождите, а то есть получается, что эта ситуация с платными парковками, она вообще беспроспективная? То есть, ну, есть определенное количество людей, наверное, в городе, кто готов платить разумные деньги, ну, словом, там, 200 рублей в день за то, чтобы поставить свою машину на платную парковку. Есть люди, которым этих денег жалко, и их, наверное, большинство. То есть они в любом случае будут искать свободное место. Смотри, какая вещь. В первую очередь это делается не для тех людей, которые там живут. Потому что в городе Москве с 6 часов вечера до, допустим, до 6 утра жильцы тех улиц, которые там находятся, они вообще ничего не платят. Или платят совершенно какие-то копейки в год. Это все делается для того, чтобы люди фактически не ставили те, которые приезжают сюда, допустим, машину ждать на этой улице, а сами работают там 3-4 квартала на другой улице. Или приезжают, оставляют машины, идут там непонятно куда, или некоторые вообще оставляют их и забирают через 3-4 месяца. То с этой точки зрения, да, конечно. Но, еще раз хочу сказать, здесь должна быть полная программа, стратегия так, чтобы жители города Кирова это не получили, как то, что я сказал, очередной налоговый вычет за то, что ты там тут живешь и будешь тут машины стоять еще за большие деньги. Конечно, тут нужна программа, без которой, наверное, в ближайшее время город не будет проезжим и мы не создадим ту комфортную среду, о которой очень много говорят городские и областные власти. То есть сначала ищутся участки под бесплатную парковку, под размещение машин жителей ближайших домов. Да, продумывают всю логистику перемещения в этом квартале. Где одностороннее движение, где двухстороннее, как машины выставляются. Это же целая программа, тут же должны заниматься профессионалы, и есть целые институты, которые этим занимаются. И на самом деле мы отстали лет на 10, потому что этим надо было заниматься уже совершенно давно. И в данном случае мы бы сегодня не имели такого коллапса, который мы сегодня имеем в час пик в городе по проезду. Особенно, когда идет дождь или снег, то... Особенно, когда идет снег. Да, снег. То мы вообще понимаем, что все встает, и фактически ездить невозможно, и люди просто матерятся, ругаются, и лишний раз негативно говорят о той власти, которая пытается это все исправить. В кавычках, конечно. Некоторые отказываются от машин, между прочим, когда идет снег, а некоторые зимой не ездят. Ну, я тебе хочу сказать, что у меня очень многие в Москве знакомые отказываются от машин. Ну, в Москве они могут себе это позволить, потому что в Москве общественный транспорт работает до половины второго ночи. Даже не из-за этого, потому что уровень сегодня парковки за один час превышает практически проезд на такси до любой точки центра. А, ну да, действительно, такси в Москве тоже стали дешевле. Дмитрий Русских в нашей студии. Продолжаем. Идем еще по публикациям в бизнес-новостях. Вышел материал под названием... Обсуждение бизнес-новостей. Не совсем, не совсем. Мы перейдем потом к другим изданиям и другим темам. Вышел материал в газете под названием «Лес рубит». Кировские лесники жалуются на то, что из-за новых лесных аукционов теряют право на управление теми лесными участками, которые долгое время вкладывались. Но речь идет о чем? Перезаключаются договоры с арендаторами на новых условиях. С арендатором их участки были выданы, как я понимаю, на 10 лет, судя из публикации. Сначала договоры заключались в 2004 году, потом в 2008-м были продлены на 10 лет. Сейчас в судах идут суды, и министерство славится на том, что для предоставления преимущественного права владения участками у арендаторов не подходят сроки. Соответственно, им предлагают заключать договоры аренды на общих основаниях, как я понимаю. А цена за 10 лет, мы понимаем, она изменилась. Ну и с приходом новой власти на областной она тоже изменилась. Взгляд изменился? Да. Ну вот, с одной стороны, мы все понимаем, что плата за аренду участков – это деньги в областной бюджет. То есть это деньги, которые можно потратить, в том числе на нужды жителей области. С другой стороны, можно понять и предпринимателей, которые действительно, если они добросовестные предприниматели, вкладывались в эти участки. Я так понимаю, что там какие-то лесовосстановительные были работы, еще что-то. Но в конце концов, у людей есть предприятия, которые работают, где работают люди. Они платят зарплату, они платят налоги. Сейчас люди, если будут лишены возможности получить какие-то участки, соответственно, будут закрываться. Ну, смотрите, Аня, по моей информации, что передел в лесной отрасли, он идет, и он никогда не переставал. В зависимости от того, или более активная фаза, или более неактивная фаза, приход новой команды, это обострят, или это дело снова заново начинается. Я помню, что большой передел был очень сильным в лесной отрасли в 2007 году, когда я еще был депутатом четвертого созыва. Как раз тот передел тогда организовал первый зам губернатора Кировской области Валерий Крепоснов. Там тоже был очень большой передел, и там буквально больше 300 с лишним договоров. Они тогда расторгались в одностороннем порядке. И, конечно, вся лесная отрасль, она вся очень переживала, переживала, были очень большие волнения среди лесников. И это, в общем-то, как бы пришло к такому этапу. И мы сначала не очень все понимали вообще, что происходит. Потом разобрали, что на тот момент в правительстве Кировской области возникла идея отдавать лес по люготной цене под инвесторов. Мы понимали, что весь лес забирается для 5-6 проектов, которые, в общем-то, на тот момент хотели запустить областные власти. Что происходит сейчас? Сейчас, я думаю, что та же самая похожая история происходит. Объясню почему. Потому что, если мы там правильно, вернемся обратно на 2 года назад. Я помню, что было в новостях вообще писалось о том, что еще тогда исполняющий обязанности губернатора Кировской области Василия встречался с Евтушенко. Это МК-система. А, ФК-система. Да, 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 ФК-система, которая, в общем-то, как бы говорила, что они готовы тут, как бы, строить еще один дополнительный завод. И в данном случае им открывали зеленый свет, потому что такие крупные олигархические структуры, ну, как бы, они всегда пользуются популярностью. Ну, я помню, там была громкая история, и наши предприниматели, кто давно работал в лесной отрасли, жаловались, да, что... Они не жаловались, тогда уже было... Нет, они не жаловались, они ушли в суды, значит, потому что на тот момент, чтобы обеспечить, значит, примерно 1,6 миллионов кубометров леса для нового предприятия, нужно было где-то его взять, потому что этого леса не было. То для того, чтобы его кому-то отдать, надо у кого-то его забрать. И вот тогда эта процедура пошла. И тогда, на самом деле, 3-4 наших кировских компаний, они ушли в суды, и на тот момент так сложилось, что этот период был предвыборный, это 17-й год, и Министерство лесного хозяйства отказалось у них это все забирать, и они заключили мировую. Значит, видимо, сейчас уже никаких ближайших выборных компаний нет, то можно, в принципе, снова вопрос задать, а где нам отдать лес господину Евтушенко? То в данном случае здесь как раз и подходит... Вы думаете, это под определенные компании? Это мое личное мнение, потому что в данном случае, если организация или компания сказала, что она готова построить предприятие, и оно, по-моему, даже его строит, то в данном случае они же все равно требуют какого-то ресурса. То в данном случае они там открыто говорят, что им нужно 1,6 миллиона клубометров леса для того, чтобы предприятие работало. А что делать с теми предприятиями, кому леса не достанется? Ну, в 2007 году тоже никто не думал, что будет с теми предприятиями, у которых сегодня расторгнут договоры аренды, потому что лозунг был один. Мы наводим в лесной отрасли порядок. Вот по словам порядок можно трактовать это как хочешь. Значит, сейчас там беспорядок, а вот мы сейчас наведем там полный порядок. У нас же как бы есть фраза о том, что как бы навести элементарный порядок. То в данном случае мы можем тоже сейчас предполагать, что это будет все названо очень просто. Это наведение элементарного порядка, потому что там работают одни люди, которые предприниматели, которые не платят ни налоги, которые вывозят в черный лес, они вообще черные в селе Сарву. Да подождите, уже за два года в роде расправились? Ну, слушайте, это... Уже победили всех. При всем при этом, и еще раз хочу сказать, что с теми организациями, которые работают в лесной отрасли, у нас город маленький, область маленькая, мы все друг друга знаем, они говорят, что вопрос там продлить или растургнуть, почему-то расторгают. Вот такая история. Мы можем по-разному к этому относиться. А куда люди уходят? Ну, слушайте, куда люди уходят? Люди уходят в лес, на самом деле, да? Значит, потому что там есть и грибы, и ягоды, это так шутка, конечно. Ну, об этом же у нас не очень все думают о том, что считают, что если мы сегодня там закроем 10 предприятий для того, чтобы запустить одно, то это, наверное, тоже очень прекрасно. То есть люди пойдут туда работать? Туда люди туда не пойдут, потому что это предприятие, как я понимаю, в Навятском районе, в городе Кирова, а те леса, которые отбирают, они находятся в районе... В других местах? Ну, конечно, конечно, никуда люди туда не пойдут. То есть люди останутся без работы? Ну, мне кажется, что, наверное, ближе к этому. Но это моя точка зрения, потому что в данном случае я сравниваю все с 2007 годом. Тогда тоже под благими намерениями была усыпана дорога в рай. Да, на самом деле оказался это... А привела они туда? Да, и потом мы запустили уже... Это дело подхватил Никита Юрьевич Белых, и вот эти инвестпроекты там тянули 10 лет практически, там 8, да, отдавая совершенно непонятным компаниям за бесплатно лес под инвестпроекты, и говорили, что это там очень круто там, да. И мы знаем, что всем, чем это все закончилось, Никита Юрьевич практически за это и сел. Да, это как раз связано с лыжным комбинатом, который тоже был один из главных участников инвестпроекта, которого, на самом деле, никого инвестпроекта не было, а лес они до сих пор забирают по той цене, по которой забирают. Дмитрий Русских в нашей студии, мы прервемся на небольшую рекламу и вернемся уже с другими темами. Дмитрий Русских в нашей студии, депутат законодательного собрания 4 и 5 созывов. Мы продолжаем особое мнение. Вот, Дмитрий Михайлович, ваши коллеги, ну, потенциально, коллеги по законодательному собранию, законодатели, на прошлой неделе не пропустили законопроект о поправке в закон о собраниях, митингах, шествиях, пикетировании. Мы говорили уже об этом. Депутат Валерий Басюк выносил его. Очень были запутанные формулировки. Непонятно было, что запретить, где расширить, где увеличить площади. Ну, на самом деле, там, конечно, если разбираться, то можно было понять. Вопрос в том, что из-за невнятности формулировок почему-то все решили, что речь идет об одиночных пикетах. Запретить одиночные пикеты в Кировской области без предварительного согласования, информирования и уведомлений, не подходить ближе 50 метров к органам пласти права. Это главное, мне кажется, был вообще посыл. Решили дорабатываться. Почему? Я думаю, что там две причины. Так как все-таки вышел господин Басюк, это член фракции «Единая Россия», то это, в общем-то, был посыл от правительства области. Это 100%. А то есть, вы думаете, он не сам? Нет, я думаю, сам, там ни один депутат сам ничего не делает, особенно от «Единой России». То, вернее всего, что кому-то не понравилось, что когда ты идешь на работу, и при вздании в городскую или областную администрацию может стоять какие-то люди, и тебе говорить о том, что вот это некрасиво, это неправильно. То у нас сегодня и так с митингами все плохо, и с различными пикетами, потому что закон уже принимается на протяжении 3-4 лет, и он постоянно ужесточает. То, в данном случае, мы сегодня и так имеем основание только, по-моему, всем бастовать на кладбище. Значит, то, что они считают, что мы их не любим, но мы должны их не любить по-тихому, и это связано как раз с законами, касающимися интернета, то вот это все общая такая картинка, которая, как говорится, там маразм крепчал. Закручивание и кайк. Ну, они уже и так их закрутили, сейчас только ждут, когда сорвет. Значит, то в данном случае здесь, я думаю, что 28 марта это было отложено по причине того, чтобы не портить картинку утверждения председателя правительства и вице-губернатора. Значит, для того, чтобы не было там лишних споров, тем более 28 числа некогда было спорить, потому что был юбилей Зак Собрания 25 лет, и все собирались на торжественные мероприятия в 3 часа. А, так вот. То в данном случае, чтобы там не ссорить оппозицию с фракцией Единая Россия и не создавать... Я-то думала, что это к мнению общественности, а вы говорите, что все дело в банкете. А, я умоляю. Ну, нет никакой общественности там, да, мнения. Они их никогда это не интересуют. То в данном случае, я думаю, что этот, как бы, закон чисто такой эмоциональный. Я думаю, что сейчас они немножко подработают. И, значит... И встречают из него пикеты. И они тихонечко его продвинут там в апреле или в мае, и совершенно аккуратно, когда уже нет банкетов и не надо всех мирить, значит, они его примут. Потому что, в принципе, представитель комитета по законодательству Басюк так просто бы с этой инициативой не вышел, значит, она уже, как бы, созрела, она готова, но просто решили ее отложить. Вот весь, как бы, трэш этой всей истории. Слушайте, так все-таки отодвигать протестующих от органов власти или нет? Конечно, конечно, всех отодвигать. Подождите, Валерий Басюк, подождите, ведь серьезные тут вещи. 50 метров, он сказал. Валерий Басюк ссылается на то, что могут быть какие-то эксцессы. Конечно. Могут быть террористы, могут быть вообще что угодно. И вообще, нам надо просто обезопасить эти места, потому что здесь работают самые лучшие и самые преданные для народа люди. Всех надо запретить. Конечно, ну как бы, они так считают, что если бы не было их, не было бы нас. Понятно. То в данном случае повышенная безопасность. Мы, вот нам бы такую... А здравое зерно в законопроекте, это есть у этих поправок? Нет. Вы не нашли? Здравости уже вообще в законах давно нет. Если бы они приняли закон, который вот так же бы охранял, допустим, детские учреждения, школы и детские сады, я бы сказал, это очень круто. Но в данном случае... У нас, по-моему, нельзя возле образовательных учреждений проводить. Проводить нельзя. Но в данном случае мы с вами же понимаем, что и почему о детях и в больницах не думают о терроризме, когда вопрос стоит, что там гораздо больше людей. И это вообще доступные места, на самом деле. Значит, в данном случае здесь нет. Это только для себя любимого, чтобы кому-то не портить картинку, когда он идет на работу, и он одним глазом не увидел каких-то стоящихся людей, которые совершенно нелестно говорят о том, как он работает. С плакатами стоят, а еще, не дай бог, с мусоркой. Ну, еще с мусоркой встанут, а еще, не дай бог, гробыки не притащат, как у нас это бывало. Или венки. Венки, да. То в данном случае нет. Картинка должна быть приятная, на работу должны все ходить с радостью, даже не часто, но, тем не менее, картинка должна быть в ход очень посвободной, без всяких лишних людей, которые могут негативно сказаться на настроении нашей сегодняшней власти. То есть ваше мнение просто, чтобы не мозолили глаза? Ну, хватит уже. Ну, конечно. Понятно. Дмитрий Русских, в нашей студии еще одна важная тема, которую хотелось с вами обсудить. Хотела послушать ваш прогноз по поводу решения суда, прошлонедельного решения суда об отмене несправедливом, там, установленном платье за мусор, за вывоз мусора с квадратного метра, а не с человека. Речь идет прежде всего о Кирове, у нас были представители. О Кирово-Чепенске, кстати. Нет, вот в мотивационной части, в мотивировочной части приговора, по-моему, все-таки О Кирово-Рещево-Чепенске. Ну, потому что заявители были конкретно Кирово-Иск Susan. Я думаю, что Кирово-Чепенские люди тоже очень активно, очень грамотно, не было истов. Они последуют этому примеру. Конечно, присоединяются. Я даже не сомневаюсь в этом. Вот, но люди-то хорошо. Сделают правильно. Люди активные у нас, это хорошо. Что будет делать министерство ЖКХ? Вот вопрос. С сегодняшнего дня, в течение месяца они могут опротестовать решение суда. Ваши прогнозы протестуют или нет? Вот смотрите, сейчас, на мой взгляд, это переходит уже в политический формат, да, значит, сейчас вопрос уже стоит неэкономический. Значит, с точки зрения политики, конечно, лучше откатить и оставить все как есть, чтобы не раздражать и так раздраженное население. Так, подождите, что вы имеете в виду оставить все как есть? Оставить плату с квадрата? Нет, нет. Или все-таки пересчитать и сделать с человека? С человека. Потому что в данном случае, если останется все как есть, и министерство ЖКХ пойдет протестом, в суд, да, и эту историю затянет, то, конечно, власть будет опять выглядеть не очень красиво, потому что она и так выглядит некрасиво. То, наверное, если там взять разумный подход, да, наверное, лучше не заявляться и оставить все как есть, как принял областной суд. Да, и это будет, на самом деле, справедливо, потому что это будет не с квадратного метра, а с одного человека. И суммы значительно, конечно, изменятся для большинства. Вот смотрите, Дмитрий Михайлович, у нас на прошлой неделе был звонок от радиослушательницы. Мы чаще всего с нашими экспертами в этой студии говорим, что действительно справедливо, чтобы плата взималась с человека, потому что мусор – это люди, а не метры квадратные. Да, вот эта фраза. Но женщина, которая нам звонила, она говорила следующее. Есть определенная сумма, которую должен собрать региональный оператор. Региональный оператор ее понимает, в министерстве ЖКХ эту сумму тоже знает. Значит, если вводится плата с человека, людей у нас в Кирове не так много, хотя вроде уже и за полмиллиона перевален, тариф на человека вырастет, и люди все равно будут платить больше. То есть экономии не произойдет. Поэтому почему? Не знаю. Она вот считает, что поскольку сейчас было принято решение платить с квадрата, это выгоднее для рекоператора, может быть, плата с человека будет слишком высокой. Может быть, поэтому не вводили плату с человека. Если пока у нас же в области принято с одного человека 115 рублей, то мы сегодня переведем, что, допустим, если у меня квартира, мы живем вдвоем 80 квадратных метров, мы платим 400 рублей в среднем, получается, при 5 рублях в квадратах, то в данном случае мы будем, как два человека, мы будем платить 230 рублей. То, в принципе, все равно она получается дешевле. 114 это для районов области утвердили. В Кирове, скорее всего, выше будет плата с человека. Ну, вот мне так кажется. Ну, мне вообще кажется, что было бы разумно, чтобы по всей области была одна цена. Но это на самом деле так. Но так как мы понимаем, что районы области, судя по капремонту, я уже говорил, платят гораздо менее активно, чем горожане, то, конечно, хочется побольше денег собрать с горожан. Потому что они активно платят. А они просто активно платят, у них тут немножко доходы побольше. Так, хорошо. То есть вы предложили такой вариант салонного решения. Я тебе переведу. Если власть не хочет еще дополнительного негатива в свою сторону, то в данном случае она согласится с решением областного суда. Если у них экономика, те люди, которые стоят за мусорной реформой, а мы всех примерно знаем, кто это такие, это частная компания, очень известные люди, которые у нас представляют бизнес-элиту. Если они им ближе и дороже, то они, конечно, пойдут в суд и будут за это бороться и доказывать, что они все сделали правильно. Вы к какому варианту склоняетесь? Я всегда к разуму привожу, то мне казалось, что лучше откатите, ребят. Потому что через полтора года-два будут там выборные кампании начнутся там, да, и вы опять будете все подпрыгивать и подскакивать, почему нас никто не любит и почему нас все против нас. То в данном случае вы не делайте так, чтобы все были против вас. Оставьте хотя бы для единой России хотя бы 20% оставьте, а то скоро будет уже там меньше и 10%. Ладно, ну посмотрим, что сделает министерство ЖКХ. Ну понятно, что решение принимает не министерство ЖКХ, это будет принимать решение или губернатор, или председатель правительства. Александр Чурин, новый председатель правительства. Я не знаю, кто там из них будет принимать. Ну кто-нибудь принимет, надеюсь, разумно. Две минуты у нас, Дмитрий Михайлович, остается. Две минуты мы должны анонсировать завтрашние мероприятия. Вашу дискуссию с Леонидом Зильбергом, основателем интернет-портала «7 на 7», известного интернет-портала. Завтра в культурном центре «Пятый этаж», вечером вы дискутируете на тему. Тема звучит следующим образом. Я уже о тебе говорил. Политики, сейчас подождите, я зачитаю ее. Политики или назначенцы, как должны управляться российские регионы. И я вас хотела спросить, вы на какой стороне, вы вот в этой дискуссии, какую позицию занимаете, политики или назначенцы? — На самом деле, я об этом узнал только тоже, как и вы, два дня назад. Значит, для меня тоже такая определенная вещь такая не совсем понятная. Значит, я за то, чтобы регионы управлялись так, чтобы жители этих регионов хотя бы каждый год ощущали, что они стали жить чуть-чуть получше. И чтобы не было грязи в городах, чтобы не было недовольниц только в городах, чтобы власть была разумная, чтобы люди работали профессионально. Только кто это будет? Управленцы, политики или хозяйственники? Вообще, на самом деле, без разницы. — Нет, вот смотрите, речь идет о том, что руководить должны люди, которые себя как-то презентовали так, что за них проголосовали и их выбрали. Это политики. Либо руководить должны те люди, кого назначили, кого где-то там наверху посчитали достойным, способным занять руководящий пост. — Я все-таки за выборные должности. Я считаю, что и губернаторы, и муэра города должны выбирать сами жители этих городов. — Так мы и выбираем. Мы и выбираем, только мы понимаем так, что мы выбираем тех, кого... — Главу города мы не выбираем. Губернатора мы тоже практически не выбираем. Нам просто его предлагают, а мы должны это как бы утвердить, фактически, потому что нет реальной выборной кампании. — Допустим, даже к примеру, как возможно ли было, чтобы у нас в Кировской области приехал какой-нибудь там, допустим, Слепаков и кто-то, и участвовал в губернаторских выборах и стал первым. — Это на фоне Украины. — Украина, да. Мы можем что угодно говорить сейчас про Украину, но показатель, когда президент страны идет на втором месте, а на первом месте идет совершенно не политический человек, а который, в общем-то, решил просто себя попробовать, но это на самом деле показатель того, что это такой фактор демократичный. При этом, хороший он будет или плохой, Украина узнает позднее, но в данном случае она всегда может ошибку исправить. То когда тебе назначают кого-то, и ты не можешь эту ошибку исправить, мы сегодня можем что угодно говорить. — Вы за политиков? — Я за выборность, а на эти выборы могут идти и политики, и хозяйственники, и просто деятели культуры, врачи, и учителя. — Но на общих основаниях. — На общих основаниях. Дмитрий Русских, в нашей студии напоминаю, что полностью дискуссию политики назначаться можно будет услышать завтра в культурном центре «Пятый этаж», завтра вечером в Ленино-119. А, пожалуйста, благодарю Дмитрию Русских за внимание. — Спасибо всем слушателям, хорошего дня. — Да, мы прощаемся, до свидания.